привет дорогие друзья и подписчики сегодня мы находимся с вами точнее начинаем наш сегодняшний ролик с анжейки сегодня будет ролик посвященный оползнем но тему мы выбрали следующую мы сегодня проедем вдоль одесского всего побережья начинают с анжейки заканчивая южным и думаю что за один день мы справимся туда начали с ранненького утра такая вот туманка еще с утра покажем вам ситуацию на всех тех местах которые уже были на наших к на нашем канале с оползнями с мест которые ползли я уже верил и начинаем мы с анжейки нет не просто так начинаем увидеть из лесенки которые находятся с анжейки мы ее показываем прошлом году как она рушится как она падает сейчас вы видите тоже вот есть такая вот проблема где она съезжает хотим показать вам ее почему здесь местный житель который в последнее время по всем новостям прозвучал который самостоятельно восстанавливает ту лестницу без чьей-либо помощи ее каждый год смывает он каждый год восстанавливает так вот смотрите как это выглядит видите он забетонировал трубы это уж они не съезжали и делает дальше лестницу и так мы двигаемся с вами отсюда от этой лесенке кто знает ее кто фотографировался здесь и как я уже сказал аж за южный там где были оползни прошлогодние и так оставайтесь на и подписывайтесь на канал мы работаем для вас мы начинаем сам глаз люди не боятся гулять под этими ответственными склонами так друзья вот мы находимся в том месте где в сан джейки был масштабный оползень в прошлом году вот так вот он уже съехал вы помните у нас есть два видео где он только съехал и видео где он скажем так на серединке между тем и тем делали два раза здесь уже спуск эту дорогу она опять съехала в этом году сейчас мы ближе вам подойдем покажем ну вот часть видно вот здесь здесь чуть-чуть совсем разлом тут вот тоже есть трещины свежие вот это все образование и дальше все это конечно ползет мы покажем дальше но есть один большой плюс явно местные жители сомневаюсь что это местная власть начали делать для того чтобы хоть как-то сбить волну и не так сильно падал здесь берег в этом месте начали делать вот такую вот насыпь из камня но здесь конечно пока еще не понятно что это будет на маленькая но если сделать ее большую довольно таки вероятно виде вот эта часть пляжа смотрите вот за камнем смыта нету вот та часть перед камнем есть пляж довольно таки большой и вот свежее образование тоже которое упали осенью и вот видно что люди привезли еще гранитные глыбы то вот уже свежие и собираются дальше спускать их и каким-то образом делать усиление не то что усиление берега но по крайней мере отбивку волны скажем так определенный волновым так вот так все это выглядит спустя полтора года после оползня вот видите чем я говорил что дорогу которую в прошлом году уравняли найти по ней машины ездили летом прошлом она опять съехала на метр даже больше там вот перепад вот здесь в этом месте метр двадцать наверно и вот та вся часть видите заваливается вниз вот явно вот этот кусочек все-таки будет следующим я думаю что в этом году к сожалению он уйдет все-таки в воду будем понаблюдаем за этим напомню что на этом пятачке очень часто любят отдыхать туристы я каждый раз появляя здесь делаем замечание напоминаю что может закончиться плохо для их жизни но к сожалению никто не реагирует все это это не сегодня это давно ничего не случится итак а мы с вами двигаемся дальше в сторону южного по оползням прошедшим здесь дорогие друзья мы добрались с вами до черноморска то место где был самый масштабный оползень два года назад все его помнят потому что здесь сверху сыпались дома снизу сыпались дачи и так мы начали начинаем сверху покажем какое состояние сейчас на середину апреля 2021 года вот так вот все это стоит никакие меры не предпринимаются то есть не собственниками не городом чтобы все эти завалы разобрать и освободить по большому счету склоны и берег какие-то дома уже рухнули какие-то съехали просто вот как вот этот внизу видите кусок забора с частью дома какие-то совсем разломились а какие-то выстояли вот как допустим вот этот видите на самом не под ним уже полностью обрыв а он стоит хорошо построенный тут люди дальше вот отсыпались типа сберечь свои дома то есть какое-то время нихю простоят но если вы такие подвижки будут и дальше то они тоже съедут конечно же вниз и так напоминаю все те камни которые были завезены для укрепления типа берега вот они все таки лежат вы можете посмотреть наши ролики там годичной давности полутора годичной давности они лежат на том же месте в том же количестве уже скоро порастут землей ничего не делается ничего не происходит итак мы сейчас объедем снизу и покажем вам теку место куреней которые частично разобрали частично ползут дальше они находятся прямо под этим местом вы видите что в принципе уровень от моря до верха не такой большой если так разобраться перепад но все равно она все ползет за счет того что здесь подпочвенные воды и есть проблемы в черноморске в этом плане и и и и и Дорогие друзья, мы добрались до куреней в Черноморске. Видите, некоторые, которые были лучше в фундаменте, они стоят, некоторые накоренились. А теперь мы дыхаем до той точки, некоторые даже умудряются сдавать, в прошлом году сдавали. А вот эта база, которая обвалилась. Тут кто-то вон делает сразу по месту себе уже домики. Видите, как оно все накоренилось. И тут часть тех домов, которые были разобраны. Куреней, не столько домов, хотя их, в принципе, можно назвать домами. Что самое интересное, мы вам в прошлом ролике показывали, что здесь начали ограждать. Поставили столбики, крашеные, красивые, все аккуратно. Сейчас столбики, смотрю, опять убрали. Что-то все-таки не сложилось. Поменялся в городе мэр. И как раз после того, как сменился мэр, то эти столбики... Видите, вот один остался. Те все поломали. Они валяются. И убрали. То есть территорию не оградили. Так вот так это выглядит. То, что два года назад произошло здесь. И эти все дачи наклонены. Вот такая вот печальная картина. Так, а мы двигаемся дальше, в сторону Южного. Более подробно про все эти Курени, про то, что здесь было, можете посмотреть на нашем канале. Есть видео, вводите Черноморск, либо Ильичевск. И смотрите все видео, которые есть по данному вопросу. А более подробно по всем этим местам, можете ввести на нашем канале, в разделе видео, поиск с надписью Оползень. И вам полностью высветят все наши видео по оползням, которые были отсняты за все время. Очень много есть интересных вариантов, интересных видео. Поэтому смотрите, оставайтесь с нами. Друзья, мы добрались до Черноморки. Так приятное известие, смотрите, вот эта часть, которая была лодочной станцией и многими другими предназначениями. Кто-то ее взял под себя, перевели в порядок. Убрали гадюшник, убрали мусорник, отштукатурили ее. И явно в этом сезоне хотят запустить что-то. Ну а теперь мы идем к обрыву, который нас сегодня интересует, скажем так. С точки зрения Оползня, с точки зрения сегодняшнего нашего ролика. Вы видите, здесь сделали надстройку. Типа будет, наверное, лодочная станция опять. Все просто-напросто отштукатурили, да и все. Но при этом вот здесь вот все это дальше в таком же виде. Интересно, что они сделают вот здесь. Судя по всему, точно так же просто. Типа отстроят новое и все это будет дальше служить таким же образом. Так, а мы с вами идем вот туда, где случился Оползень. ПОЗИТИВАНИЕ Продолжение следует... 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 Следующая уйдет, вот это дома, вот эти частные, потом поликлиника, ну и, соответственно, как я уже сказал, вот это здание пансионата, которое было. Вот оно уже прямо стоит, можно сказать, что одним углом в обрыве. Очень печальная картина. Продолжение следует... Так, дорогие друзья, мы добрались до 16-го фонтана. Нас тут интересуют два объекта, скажем так. Первый, это вот этот дом, который мы вам показывали в нашем ролике уже в одном из, который стоит прямо на песке, можно сказать. Ну и, конечно же, нас интересует вот этот обрыв, который рушится. Начиная вот отсюда и заканчивая туда вот, ближе к тому дому, где вот стоит синий кран. Сейчас мы с вами пройдем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И самое страшное то, что эта трещина дальше продолжается и расширяется. Как вы уже видели в том месте, так же самое и вот здесь дальше. Она уже подобралась вот вплотную к забору санатория МЧС. Смотрите, то чего не было. Если вы посмотрите наш ролик годичной давности, мы здесь снимали полномерный ролик именно про это место, то этой трещины не было. И вот она уходит сюда, на окраину. А вот перед нами этот дом, который тогда был на уровне фундамента, когда мы снимали ролик. Там первый, по-моему, этаж стоял, если не ошибаюсь. А вот сейчас уже такое вот стоит, такая высотка. Так, а мы двигаемся дальше. А тут вот трактор делает пляж. КОНЕЦ Так, мы находимся на 16 фонтана. Здесь по-прежнему под домом обсыпается грунт. И никакие меры не предпринимаются. Так, а мы прогуляемся по эстакаде дальше. Вот так выглядит место на эстакаде, которое мы вам показывали пару месяцев назад, которое было просевшее. Так, тут вроде как восстановили дорожку. Но при этом само здание, дальше фундамент играет. Смотрите, видите, рабочие подсыпали просто песком дырки. И видите, насколько сел грунт. Это место всесевшее. И дальше садится. Полностью под всем зданием. Везде видно дырки. После того, что они уже были засыпаны и выровнены землей. Так, дорогие друзья, мы добрались до фонтанки. В фонтанке, можно сказать, что склон пока стабилизировался. Особых новых подвижек, таких больших, слава богу, нет. Видите, в чем проблема? Смотрите, сейчас я вам приближу, покажу. Вот сползает склон. А вот под ним вода. Вот вода. Это все полностью вода. Вот видно болото. Получается, что вот эти вот воды сюда сходят, подмывают эту часть и она просто сползает. Так, вот оно сползло. Тут люди те дома ничего не делают. Видите, оно уехало. А тут люди, вот этот дом вот насыпано. Мы тут стоим, это раньше был уже обрыв здесь. И эту сторону насыпали. Отсыпали сначала мусором, строительным боем, потом сверху грунтом. И вот получился участок. Видите, вот так вот. Сказок восстановили его. Насколько долго это хватит, неизвестно. Но, по крайней мере, так есть. Так, а мы двигаемся дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Вот он, южный у нас уже за посадкой, вы видите. А нас интересует то место, где был год назад. Вот в этом месте был сильный оползень. Вот тут, где вы видите сейчас вот спуск, вот в этом месте. У нас есть видео, где люди застряли, когда произошел оползень на машинах и подставляли себе доски, выезжали. Итак, вот это место. Вот так оно выглядит сегодня. То есть, небольшие подвижки тоже есть. Нижний грунт уходит. Он съехал где-то порядка на хороший, там, метра полтора еще дополнительно. Ну и по контуру обсыпается немножко верхушка тоже. Вот так вот он выглядит, аж туда вниз до самого маяка. Вот видите, такими вот жилами оно выпадает. И вот сам маяк. Скажем так, знаете, ужасно красивая наша природа. Так, а мы двигаемся дальше в сторону Коблева. Так, друзья, вот мы добрались в Коблево, точнее, за Коблево чуть-чуть. Там, где в прошлом году мы снимали масштабный оползень был, который прошел по всем новостям, по 1 плюс 1, по ICTV показывали наш сюжет. И вот мы приехали к этому месту. Движение таки есть. Смотрите, насколько она съехала. Вы помните, я по нему ходил. Там было всего лишь на метр опущено, а сейчас она опущена уже на хороших метров 12. Вот такая вот красота сегодня здесь. Опять-таки и красиво, и страшно, вы знаете, когда стоишь вот здесь вот на обрыве, понимаешь, насколько мы, люди, для природы маленькие букашки. такая вот красота. Там вот где-то цветочки пытаются пробиться. Видите, где ирисы красивые выросли. Называется, природа все равно борется, цветет, растет. Даже несмотря на то, что все это откололось, но цветы растут. Так, друзья, вот сегодня получился у нас такой вот ролик. Оценивайте, смотрите, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Мы двигаемся дальше, будем снимать. Естественно, помните про наш второй канал, зоотроп ЮА. С ним такое вот красивое море, смотрите, прозрачное. Прямо камушки видно на дне. Спокойное, спокойное. Пускай у вас будет вот такая хорошая жизнь, как это море сегодня. Спокойное, спокойное, красивое, красивое. И всегда с улыбкой на лице. И так помните, зоотроп работает для вас. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok